Птицы Домашние Они питаются у нас уже со взрослых кормушек. Они сидят на ПК-5. Ну вот Богдановичский кончился, сейчас я им даю Глазовский. Вот у них до сих пор стоит одна вакуумная поилка и там еще ниппельная присутствует. Пока падежа больше никакого не было. Цыплята на мой взгляд чувствуют себя комфортно. Ну настолько комфортно, насколько можно было чувствовать себя во время практически 30 градусной жары. Вот три дня последних стояла жара 30 градусов. Сегодня пошел небольшой спад, где-то 27 обещают днем. Внутри вот сейчас помещение я смотрю сколько у нас. 26, 26, а у цыплят в клетке 25. Ну вот настолько, насколько вот при этой температуре птица может ощущать себя комфортно. Вот и показать те весовые показатели. То есть, сами понимаете, чем жарче, тем птица меньше ест, больше пьет. В общем, ладно, сейчас будем взвешивать птицу и посмотрите сами все. Так, будем взвешивать каждого индивидуально. Кило двадцать... Кило тридцать. Кило тридцать. Кило... Кило пятнадцать. Ой, пыль летает. Кило пятнадцать. Девятьсот тридцать грамм. Восемьсот девяносто пять грамм. О, дохленький какой. Семьсот девяносто пять грамм. Семьсот девяносто грамм. Так, восемьсот тридцать пять. Восемьсот тридцать пять. Девятьсот девяносто пять. Так, восемьсот... Восемьсот десять. О, кило тридцать. Кило тридцать. Так... Давай, батюшки. Так, семьсот... Семьдесят пять. Девятьсот восемьдесят. Мелкий самый. Шестьсот девяносто. Семьсот двадцать восемь. Семьсот двадцать восемь. Восемьсот. Самый мелкий цыпленок это... Цыпленок с кривыми лапами. Он себе постоянно обдирал шею. То есть вот здесь вот до крови он себе расчесывал. Поэтому я ему связал ноги, чтобы он этого не делал. Но не забывайте, когда вы связываете ноги, что в какой-то момент лапы растут и начинает сдавливать ему кровоснабжение. Вот сейчас надо уже срезать. Я уже, наверное, дня два назад должен был, в принципе, срезать, потому что здесь уже прям следы остаются. Значит, показатели у птицы... Ну, я сейчас небольшие такие акценты расставлю. Значит, самые крупные особи были две по кило тридцать, одна кило пятнадцать. Самая мелкая это шестьсот девяносто. Это та самая вот ногами дугой. И семьсот двадцать пять, по-моему, семьсот двадцать восемь грамм. Средний показатель у птицы восемьсот семьдесят грамм. Я вот не держу свои все цифры в голове. Тем более я не пользуюсь какими-то табличными показателями. Вот любители могут сейчас вот этих разных таблиц, которые гуляют в интернете, сейчас могут сравнить примерно. Хорошо это или плохо. Я смотрю обычно свои ролики, прошлогодние ролики. Посмотрел, когда мы тестировали комбикорма. Глазовский, Богданович, Премий, Маркорн. Смотрел, что тогда в среднем... Средние показатели, по крайней мере, на Глазовском комбикорме у меня были девятьсот грамм. Вот разница в тридцать грамм, я считаю, это нормально. Я считаю, это несущественно. Тем более, с учетом того, что на улице стояла несколько дней жара, это могло оказать влияние на набор веса. И с учетом того, что птица у нас сидела на Богдановиче, потом я ее перевел на Глазовский комбикорм. Там Богданович не было в наличии. Там разница вроде бы незначительная. По-моему, в один или в полтора процента сырого протеина. Вот сейчас не помню по показателям калорийности и аминокислот. Но тоже могло незначительно оказать влияние на набор веса. Поэтому, учитывая разницу в тридцать грамм, я считаю, что это, в принципе, показатели хорошие. Да, и я еще посмотрел ролик там, где мы Арбора сравнивали с Кобом 500. Тоже относительно этого показатели, в принципе, нормальные. Значит, у нас птица, в общем и целом, не вызывает никаких нареканий. Единственное, что вы сейчас можете наблюдать, что птица сидит, кто-то тяжело дышит. В помещении сейчас двадцать градусов, я напомню. Поэтому вот такие вот нюансы не могут сказаться. Так, следующий ролик у нас будет на этапе в тридцать суток. Потом, наверное, в сорок мы не будем делать. А сделаем последний ролик где-то на этапе в сорок пять суток. И я еще раз напомню, как бы меня уже в комментариях к последнему ролику настоятельно пытались спровоцировать на то, чтобы я все-таки озвучивал стоимость содержания маточного поголовья. Стоимость содержания маточного поголовья в двух вариантах. будет озвучена по прошествии сорока пяти суток. Когда мы для себя уже до конца расставим все точки над «и» и поймем, нормально все с этими цыплятами или нет. Стоит оно того или нет, допустим. Поэтому, значит, я озвучу стоимость того, как у меня, по факту, было с десятью месяцами, когда птица занеслась, и когда она, в принципе, должно быть. После четырех с половиной месяцев, когда она занесется. В общем, комментарии жду от вас. Советы какие-то, возможно. Вопросы, пожалуйста. И подписывайтесь на канал Птица Домашняя. Там кто еще не подписался. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok